Впрочем, в Киеве заявляют, что украинские власти уже начали переход к финальному этапу реализации минских договоренностей. Украинская армия сегодня отчиталась об отводе тяжелого вооружения из зоны конфликта. Как заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности, правительственные силы и сепаратисты отошли за условную линию разграничения и уменьшили интенсивность обстрелов. Киев обещает Донбассу особый статус, который будет закреплен за регионом и в Конституции страны. Впрочем, насколько широкой будет автономия мятежного региона и сможет ли Петр Порошенко провести изменения в главный закон государства, подробности в репортаже корреспондента РТВА в Украине Виталия Школьного. А лучше бы просто-напросто оставили бы Донбасс в покое, да и все. Я хочу, чтобы был мир, жить в мире, только не с этими фашистами. Да я бы не хотел мира, я бы хотел всю эту киевскую хунту поповешать в Киеве, прямо в Белом доме, в Раде их не есть. Война пришла к этим людям в дом, отняла все, что у них было, и теперь они вынуждены кого-то ненавидеть. Спокойно люди себе жили. Все, нету ни крыши, ничего не осталось. Так вышло, что жители территории подконтрольных сепаратистов Донбасса в качестве объекта ненависти выбрали Украину. Они ненавидят свою страну, киевскую власть, нацгвардию. С какой стороны и почему приказу им на головы сыпятся снаряды – вопросы второстепенные. Их заглушает отчаяние войны. Но украинскому руководству нужно как-то найти с Донбассом общий язык. Кто это виноват? Я говорю, Господи. Президент Порошенко готов к компромиссу. Глава украинского государства пообещал региону больше полномочий. Подписан указ президента о начале процедуры создания Конституционной комиссии по изменению документов о децентрализации. Децентрализация означает больше власти территориальным общинам, больше доверия, больше прав, но и больше ответственности. Так называемые власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР дали Киеву время на размышления. До конца недели. Верховная Рада должна немедленно определить, какие из районов Донбасса получат больше полномочий. Это условие прописано в минских соглашениях. Так называемые ДНР и ЛНР контролируют всего 4% украинской территории. Вот юг Луганской области, совсем крохотная зона, и большую часть Донецкой области. На карте СНБУ Украины показана та территория, которая и предоставит особый статус. Вот эта зона. В то же время боевики рассчитывают получить контроль над всей Луганской областью и Донецкой областью. В ближайшие дни будет масштабное наступление. К такому сценарию склоняется и депутат Госдумы России, переехавший на ПМЖ в США Илья Пономарев. Парламентарий Минские договоренности называют чушью. Бесконечная такая история с этими временными якобы перемириями. Потом перемирие нарушается, захватывается очередной кусок территории. Здесь очевидно, что следующая цель может быть Мариуполь, может быть возврат Славенска. После чего опять международное сообщество начнет выражать глубокую беспокоенность. Опять делать Минск 3, 4, 145, Тегеран 1943. Опять якобы замирение. И пока территория ДНР и ЛНР не выйдет на территорию Донецкой и Луганской областей целиком, это может четко продолжаться. В чем суть требований сепаратистов, которые, возможно, утвердит Верховная Рада? Донбасс должен получить больше прав. Это и собственная полиция, и собственная налоговая система, и свой суд, и полные самоуправления. При этом зарплаты бюджетникам и пенсии из госбюджета. Получается крайне странная картина, с которой наверняка еще поспорят депутаты украинского парламента. Судя по опросу, РТВА не могут согласиться с особым статусом Донбасса и рядовые киевляне. В Украине нет исключительных регионов. Все территории должны подчиняться единым законам. Не за это умирают тысячи украинских солдат. Это часть Украины. Никаких особых статусов и каких-либо преференций. Они нас не любят и не хотят, чтобы мы там были. Значит, дать максимум автономии. Пусть немного одни побудут. Не надо отделяться от каких-либо статусов. Думаю, жизнь была неплохой и до войны, и нынешней ситуации в Украине. Общественный деятель Георгий Тука по несколько раз в неделю бывает в зоне антитеррористической операции. Там до сих пор стреляют. Тяжелое вооружение, по словам Туки, отвели очень условно. Основную артиллерию прячут от наблюдателей ОБСЕ. Никакого перемирия там нет. Стреляют каждый день. В ближайшее время стоит ожидать нового наступления. Все эти перемирия – это полная чушь. Путин остановится только там, где мы его остановим силой. Никаких договоренностей с этим человеком не может быть. Он это уже не один раз доказывал своими действиями, и верить ему – себя не уважать. Статусы и договоренности при посредничестве лидеров ведущих стран мира не действуют, уверяет эксперт Андрей Новак. Успокоить или законсервировать ситуацию в Донбассе могут только миротворцы ООН или Европейского Союза. Последующее развитие войны – это разрушение жизней. Это самое трагичное. Это разрушение инфраструктуры, жилых и промышленных строений. Это разрушение обеих стран. Обязательно обеих – и Украины, и самой России. Поэтому нам нужны миротворческие силы для того, чтобы мировое сообщество помогло нам хотя бы законсервировать конфликт. Это в любом случае лучше, чем война. Команду Петра Порошенко называют «партией мира». Президент заинтересован в скорейшем прекращении конфликта. Ведь государством с территориальными проблемами опасаются инвесторы и туристы. Не развивается экономика. Поэтому вопрос точно нужно решать. И только если ДНР и ЛНР вместе с Москвой откажутся от перемирия, то Киеву придется срочно переходить к плану «Б». Виталий Школьный, Дмитрий Клименко, RTVI, Киев.